Здоровушка лота! То есть, привет котята! Меня зовут Игорь, это канал Сдать ЕГЭ, и сегодня мы продолжаем опять, продолжаем решать иррациональное неравенство. Давай посмотрим на доску. Итак, нам надо решить неравенство вида. Чё-то там умноженное на корень из чего-то там больше либо равно нулю. А это опять же типовое неравенство, и для него опять же есть равносильный переход. Какой? Если произведение какого-то выражения и корня больше либо равно нулю, то это возможно в следующих случаях. Если подкоренное выражение равно нулю, то всё уже классно, но самое главное, чтобы выражение, на которое корень умножен, было определено. Если же подкоренное выражение не ноль, а кроме как быть нулём, оно может быть только больше нуля, тогда выражение, стоящее вне корня, должно быть либо положительно, чтобы произведение двух положительных было положительным, либо оно должно равняться нулю, чтобы произведение нуля и существующего корня было равно нулю. Причём, конкретно вот этой строки у нас с тобой не будет, потому что что такое у нас А? А это у нас вот этот квадратный трёхчлен. Областью определения квадратного трёхчлена, который в числителе находится, а не в знаменателе, является вся числовая прямая. При любых значениях икса вот это имеет смысл, поэтому здесь нам запрещать нечего. Поэтому у нас с тобой будет только три строки. А именно, либо подкоренное равно нулю, минус 25х квадрат, плюс 15х минус 2, либо оно равно нулю, либо в том случае, если оно положительно, то тогда выражение, стоящее вне корня, и на которое корень умножен, должно быть либо положительно, либо равно нулю. Вот это и будем решать. Итак, вот у нас есть два квадратных трёхчлена, один такой, другой такой, и нам бы неплохо было разбить их на произведение двух скобочек. Причём здесь конкретно решить и узнать две точки, да, два конкретных числа, а вот здесь и здесь именно разбить на произведение скобок. Ну что ж, давай это проделаем. Давай решим, наверное, это через дискриминант, потому что вьет ни здесь, ни здесь как-то особо-то не смотрится. Итак, минус 25х квадрат, плюс 15х минус 2 равняется нулю. Давай-ка я его на минус единичку вот здесь вот умножу. Я же всё равно решаю уравнение, решаю уравнение на полях, мне это ничем особо-то не грозит. Дискриминант у меня будет 15 в квадрате, это 225 минус 4АЦ. Вот это 100, вот это 200, 225 минус 200, это 25, о чудо, 5 в квадрате. Значит, у меня корни будут какие? Минус Б, а минус Б это 15, минус, плюс, плюс, минус. Корень из дискриминанта разделить на 2А. 2А это вроде как 50, значит здесь получается 20,5 это 2,5, либо 0,4. Там потом посмотрим, как нам больше нравится. А здесь 10,5 это 1,5, либо 2,5. Опять же, потом с этим разберемся. Тогда смотри, в этой строке говорилось, что вот эта фигня должна равняться нулю. Мы выяснили, что она равняется нулю в двух случаях, если х вот такой, или если х вот такой. Так что эта строка все еще остается внутри своей совокупности, она превращается в два утверждения. Что либо меня устроит х, равный 0,2, либо меня устроит х, равный 0,4. Берем, вот эта строка, я ее хочу умножить на минус единицу, при этом я не забуду поменять знак неравенства. Если я ее умножу на минус единицу, она у меня распадется на две скобочки, вот такие вот, в одной из которых будет написано х-02, в другой из которых будет написано х-04, и я умножал на минус единицу, так что знак неравенства у меня противоположный. И эта строка находится в системе с вот этой строкой. А эта квадратная мы еще не решили. Давай решим. 8х квадрат минус 6х плюс единица равняется 0, дискриминант у меня 6 и 6, 36, минус 8 и 4, 32, это 4, а это 2 в квадрате, значит корни у меня будут 6 плюс минус 2 поделить на 2а, 2а это 16, 8 шестнадцатых это 1 вторая или оно же 0,5, 4 шестнадцатых это 1 четвертая или же 0,25. А значит вот эта строка распадется у меня на множителе х-0,25, х-0,5 и все это больше либо равно 0. Итак, все мои неравенства разложились на произведение скобок, что очень клево, уравнение мое решилось, дает мне две понятные точки, можно рисовать числовые прямые. А ты это, ты в тетрадку-то записываешь, ты обязательно записывай, если не успеваешь, ставь на паузу, потом записывай, потом возвращайся. Итак, моя первая строка будет отвечать сразу за вот эти строчки, где говорится, что мне подойдет либо 0,2, либо 0,4. На вот этой строке, которая у меня отвечает за вот это неравенство, будут те же самые точки 0,2 и 0,4, вот только здесь они будут уже выколотые, как видишь, да, знак неравенства строгий. Они будут выколотые. И что у меня будет по знаком? Где-то между ними, не, давай не между ними, давай вот здесь вот возьмем единичку, которая правее, чем 0,4. При подстановке единицы и сюда, и сюда у меня получаются положительные числа, произведение их положительно, значит здесь будет знак плюс, здесь минус, а здесь плюс. А мне нужен был минус, значит у меня будет заштриховано вот это вот от 0,2 до 0,4. Вот это неравенство, вот его числовая прямая, здесь будут точки 0,25 и 0,5. 0,25 находится, судя по всему, где-то здесь, и оно закрашенное, почему? Потому что знак не строгий. А 0,5 где-то, судя по всему, вот здесь. 0,5. Опять же, давай проверим знаки. Где-то вот в этой области у меня есть 0, при подстановке 0, что сюда, что сюда, у меня получатся отрицательные числа. Произведение двух отрицательных положительно. Знаки, значит у меня будут вот такие. И мне надо было, как видишь, плюс. Мне нужно было там, где больше нуля. Первая строка у меня останется без изменений. Это закрашенные точки 0,2 и 0,4. А вот вторая строка, это решение системы. В системе, как ты помнишь, в ответ попадает то, что было разрешено и там, и там. И там, и там была разрешена вот эта часть. От 0,2 не включая, до 0,25 включая. Вот я сюда это и перенесу. От 0,2 не включая. Вот здесь оно выколото, здесь закрашено, значит здесь оно выколото. От 0,2 не включая, до 0,25 включая. А в совокупности, как ты помнишь, в ответ попадает все, что было разрешено хотя бы один раз. Хотя бы один раз была разрешена точка 0,2. Хотя бы один раз был разрешен вот этот кусок от 0,2 до 0,25 включая. И точка 0,4 тоже хотя бы один раз, но была разрешена. И значит, х у меня в ответе будет принадлежать от 0,2 включая, до 0,25 включая. Объединение, изолированная точка 0,4. Спасибо, что смотришь. Обязательно реши домашку. А где взять домашку? А домашку взять в соцсетях. А где взять в соцсети? А вот под этим видео там в описании, там ссылочки. И там соцсети, и там домашка. Вот реши, будешь молодец. Учись хорошо. Пока-пока.